Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова я, мама Кемрана. Но я, к сожалению, опять на его канале. У меня ещё нет своего медицинского канала. А сподвигло меня сделать этот ролик, меня попросили рассказать о метаболизме. Я не знаю, это статья ли, или это какая-то глава в работе, потому что о нём можно говорить до утра. Но я скажу общими фразами. А если это надо будет расширить и более конкретно, то мы можем списаться, созвониться с человеком, которого это интересует. И я дам ссылки, и более развернуто тогда объясню принцип метаболизма. Значит, в двух словах это обмен веществ. Но я немножко скажу предысторию вступления. Человеческий организм – это шедевр, это венец творения. И он меняется ежедневно, ежечасно, приспосабливаясь к экологии, к окружающей среде, к пище, к нашим эмоциям, ко всему. Движение идёт даже во сне. Постоянно. И организм состоит из миллиарды клеток. То есть каждый наш орган, начиная от кожи и волоса, кости и пятки и конец носа, каждый наш орган выстлан клетками. И цель этих клеток – рождение, работать на благо организма, завершить свой жизненный цикл, и потом они или распадаются, или оседают на внутреннем нашем кладбище. Это или печень, или селезёнка. Потому что эти два органа, и печень, и селезёнка, являются с одной стороны кладбищем эритроцитов, правда, с другой стороны, некоторые их очень незначительно, и тот, и другой орган продуцируют молодые эритроциты. Но в основном эритроциты зреют в костном мозгу. Материнская стволовая клетка эритроцитов находится там. Я не буду говорить об эритроцитах, я буду говорить вообще о клетке. Метаболизм – это обмен веществ, это работа клетки. И каждая клетка, есть организмы, которые вообще состоят из одной клетки, одноклеточные. Это лямблии, это амёбы, это трихомона. Вот. Есть органы, например, кожа. Она состоит из миллионов, из миллиарда клеток, которые умирают, обновляются, и появляются новые клетки. И если где-то идёт сбой, то тут же организм приходит в движение и выстилается молодыми клетками, например, при ожогах. При ожогах, при царапинах остаются шрамы, но зарастают достаточно быстро. На обмен веществ в клетки, а клетка, она тоже работает в разных условиях, в зависимости от её назначения. Есть клетки, которые могут работать, то есть, совершать свой жизненный цикл, своё назначение, только при наличии кислорода. Есть клетки, которые работают без кислорода. Есть клетки, для которых необходимо солнце, фотоэффект. Есть клетки, которые работают без солнца. Их цель какая? Завершить, проделать определённую работу, выделить энергию или же её поглотить. Вот в двух словах, в двух словах, цель метаболизма – это обмен веществ. Его можно ускорить. Есть, например, люди, страдающие весом, избыточным весом, для того, чтобы похудеть, ускоряют метаболизм. Есть люди уже с врождённым, ускоренным метаболизмом. То есть, они могут есть сколько угодно, но не поправляются. на все вот эти вот процессы в метаболизме влияют опять тысячи вещей. И наши эмоции, в первую очередь. И стимуляция витаминами. И есть другие стимуляторы. Но я не буду это всё перечислять, поскольку это не научная статья. А я говорю, что если есть какой-то интерес, то я дам ссылку, или же уже лично с человеком буду говорить конкретно, он даже может записать. А в общих фразах это процесс, происходящий в клетке. Например, остановка метаболизма – это смерть. То есть, обмена веществ нет, клетка мертва. Она не работает. Пока метаболизм есть, мы живы. Ускорять метаболизм витаминами я категорически против. Я вообще против витаминов, как таковых. Особенно в регионах, где высокий фотоэффект. Например, в нашем регионе, где солнце уже, начиная с конца февраля, в марте и почти до декабря. Это не Сибирь, где в три часа уже темно. Поэтому я категорически против. Тем более, обилие фруктов. И я равнодушна к фруктам, и я скажу почему. Я скажу почему. Но даже в очень простых, в очень простой пище, в той же квашеной капусте, мы получим необходимое количество и витамина С, и клетчатки, и ещё тысячи вещей. Поэтому я против химических витаминов. Только по жизненным показаниям, когда назначают врач, когда инфаркт, когда, конечно, необходимы витамины группы В, и тут уже никакая капуста, никакая пища, а конкретно нужно делать инъекции. А так просто, как мне говорят иногда, для иммунитета. С иммунитетом вообще игры очень опасные. Очень опасные. Иммунитет лучше всего поднимать с закалкой, только закалкой. А вот эти витамины и всё такое мы будем, мы ускоряем искусственно метаболизм, и тем самым будем спящие клетки, которые у нас есть, они почти есть у всех, атипичные клетки, мы их подкармливаем, пробуждаем, и они могут дать какой-то рост. Поэтому я категорически против. Категорически. Ну, сбой в метаболизме, это прежде всего у человека проявляется в недомогании, в каком-то конкретном диагнозе. Любой диагноз – это сбой метаболизма. Любой диагноз. То есть клетка болеет почему-то. Это может быть и инфекции, и простуды, и тысячи-тысячи нарушений. Опять перечислять их я не хочу, но это болезнь клетки. А раз болезнь клетки – болезнь органа какого-то. Я говорю, что проявляется это в недомогании конкретного органа. Ну, опять, я всегда повторяю, что бояться болезней не нужно. И есть вот такое правило, которое я встречала в жизни. Хроники дольше живут. Намного дольше. Надо ладить со своими органами, со своими болезнями. Даже где-то их надо любить. Не провоцировать. И как-то мирно сосуществовать. И тогда параллельно жить своей жизнью, с этой вяло-текущей болезнью, можно прожить свой век и даже очень долго. Я это наблюдала, например, у своей матери. С 37 лет эта женщина – гипертоник. А умерла она в 94 года. У неё были и гипертонические кризы, но, слава Богу, не было инсульта. Гипертонические кризы были, и кровью заливало глаза. Бывало такое. Но умеренность в пище – это основное правило. Полуголод – это великое средство. Великое средство. Человек много работал, медсестра, особых денег не было, я была на шее, училась и всё такое. Особых разносолов не было. И вот эта простая пища, простые лекарства. Советские лекарства, им цены не было. Вот был такой простой препарат раунатин. Было очень много дешёвых, простых препаратов, которые прекрасно действовали. Делала я, уже будучи взрослой, курсом ей никотинку. Это прекрасно тоже. Но это хорошо для пожилых людей. И это отдельный разговор. Отдельный. Потому что так я ничего никому не назначаю. Я биолог, я даже юридического права не имею назначать какое-то лекарство. Но кое-что знаю. И подсказать могу. И если кому-то что-то назначили, целую простынь препаратов, а он мне их прочитает, то я могу посоветовать. Вот это прими, а вот этого не надо. Это я могу сделать. Но сама назначить я тут очень осторожна. Что ещё можно сказать? Ну, опять я говорю, в двух словах это процесс обмена веществ. Насколько это быстро или медленно происходит. Вот. И процесс этот происходит в клетке. Вот. Это в двух словах. Влияет на него много факторов, я сказала. Какие-то клетки работают при солнце и при кислороде. Какие-то клетки без солнца и без кислорода. факторов много очень. Вот это цель клетки помочь организму быть здоровым. Помочь каком? А каждый орган имеет свои клетки. Быть здоровым. И если сбой, то его надо просто устранить. Другого тут нет ничего. И, пожалуйста, если то, что я сказала, недостаточно, то созвонимся, сговоримся и можем продолжить эту тему уже более широко. Вот это всё, что можно сказать о метаполизме. так, ну что же, моя мама всё, что нашла нужным вам рассказала. Медицина это, можно сказать, её жизнь. Я не буду всё описывать. она расскажет как-нибудь более подробно и о себе в следующих своих роликах уже на канале о медицине. Ссылку на канал о медицине я сброшу. Под этим видео будет. Ну, что же, дорогие друзья, Full HD, брат, надеюсь, ты доволен. как-то так, дорогие друзья, как-то так. Так что можно сказать, что с данного видео моя мама уже, можно сказать, переходит на свой канал, где она будет говорить о медицине. Не на моём канале, она будет говорить о политике иногда, вспоминая, иногда рассказывая то, с чем сталкивалась в 80-е, в 90-е годы. Это уже будет, скорее всего, она делать на моём канале. Как-то так, дорогие друзья. Всем успехов, всем удачи. Завтра, скорее всего, я буду брать интервью у своего одного друга. Там мы, наверное, больше будем говорить об экономике. Ну, как-то так, дорогие друзья. Всем удачи. Всегда ваш Сейдов Камран. До свидания. До свидания. Помещение. Сейдов